Конечно, это метафоры, но так много смысла в них читается. Такие мысли у тех, кто смотрит на работы Александра Самарина. Если вдуматься, то совершенно непонятно, кто кого рассматривает. Мы этот мир со стороны или мир нас пристальным взглядом сработ графика Самарина. Его герои трогательные, комичные и добрые. Оберегают цветок, который нечистая сила пытается уничтожить. А в цветке вся доброта и сила мира. Что такое цветок для Александра Самарина был в этих работах? Ну, это может быть добро, это может быть жизнь, да, цветок. Это олицетворение красоты, это олицетворение, может быть, доброты, нравственности, человечности, самой жизни, природы. На выставке представлено около 50 графических работ. Кстати, все видят цвет впервые. Долгое время художник не выставлял их. Так тяжело переживал то сложное время, когда искусство и творчество были вынуждены выживать. Когда приходилось в реальности хранить цветок доброты в людях. И, как говорит владелица галереи, сейчас работа Александра Самарина вновь актуальна. Важно сохранять людям в себе доброту и силу. Работы известного художника выполнены в разных техниках. В основном куашью, но есть и акварель, и шариковая ручка. Александр Самарин очень любил смешивать техники. Вообще это творчество. Когда ты начинаешь делать работу какую-то, да, художественную, ты же изначально это сразу не знаешь, что дальше получится. И вот замыслу твоему требуются разные материалы. И вот Александр Самарин, у него была авторская техника, он любил помять бумагу, помять, порвать, приклеить. В общем, очень-очень интересный художник творческий. Александр Самарин художник-иллюстратор, член Союза художников России. Начинал в Осочно-сибирском книжном издательстве. Долгое время сотрудничал с журналом «Сибирячок». Его работы есть в частных и музейных коллекциях. Увидеть хранящего цветок можно в галерее на улице Бабушкина 1 до 17 мая. Наталья Ветрова, Дарья Макарова. Новости сейчас.